Объединение 10-й городской больницы, 14-й поликлиники и Михайловской больницы СОКБ должно позволить уменьшить расходы на содержание административно-управленческого аппарата и повысить эффективность использования средств. Олег Митряев, заместитель главного врача по медицинской части городской больницы номер 10, уверен, что такое объединение СОКБ даст больше возможностей для завершения работ по ремонту и созданию комфортных условий для пациентов, но не только. Улучшится качество и доступность медицинской помощи за счет чего? Во-первых, мы работать будем с лучшими врачами Рязанской области, областной клинической больницы. Соответственно, улучшится качество и диагностики, и лечения, и наблюдения за пациентами. 14-ю поликлинику также объединили СОКБ. Такая оптимизация медицинских учреждений должна дать больше возможностей организации выездных и дистанционных консультаций. Врачи ожидают, что вырастет эффективность использования медицинского и лабораторного оборудования учреждений. Ремонт в 14-й поликлинике будет продолжен. Это новый тип регистратуры, видите, да, это полностью открытый тип. Еще небольшие штрихи остались, красивые шторы повесим. В общем, будет здесь еще более уютно, еще более красиво. Вот, обязательно будет электронная очередь. 14-я поликлиника – здание бывшей губернской больницы. Оно имеет историческую ценность, поэтому здесь в будущем планируют сделать музей медицины и украсить коридоры старинными фотографиями. Большое внимание будет уделено фасаду здания. По ремонту, наверное, я забегать вперед не буду. Вы видите, что коридоры, рецепшн уже очень неплохо отремонтированы. Вот, ожидается ремонт фасада. Вы понимаете, что это память к архитектуре, что проблемы, определенные вопросы, которые нужно решать с этим ремонтом, они существуют. Но мы надеемся, что эти вопросы также нам и ОКБ окажет помощь в реализации этого проекта по ремонту поликлиники. Конечно, кабинеты не очень хорошие пока состояния. Вот, мы надеемся совместно. И все, эти вопросы решили. Областная клиническая больница – крупнейшая клиника Рязани и области, где доступны современные оборудования и коллектив профессиональных врачей. Хирургическая служба применяет в своей работе высокие технологии, малоинвазивные методики, проводит сложные операции. По мнению врачей, объединение ОКБ с Михайловской больницей улучшит качество и доступность медпомощи населению. Тут уникальный совершенно проект у нас планируется, что особенно хочется подчеркнуть, он бесплатный. Будут выдавать специальные браслеты, совсем продвинутые браслеты, которые и давление меряют, и насыщение крови кислородом определяют, и температуру меряют, и подвижность тоже измеряют. То есть, если человек длительное время не двигается, идет сразу сигнал о том, что СОС, то есть может быть инсульт или что. С помощью этого браслета также через сим-карту он автоматически передает полностью информацию каждые несколько часов в ФАП и в поликлинику. В Рязанской области оптимизация системы здравоохранения будет продолжена. Напомню, что станция скорой медицинской помощи уже объединилась с БСМП. Роддом номер 4 был отдан под крыло перинатального центра. В чем смысл этого объединения? Ну, во-первых, это, конечно, в освобождении финансовых средств при освобождении административно-хозяйственного аппарата. Но главным критерием, наверное, является это то, что сегодня действительно во многих небольших муниципальных образованиях, а так нужно говорить, не хватает кадрового потенциала, особенно узких специалистов. И присоединение в крупные больницы дает возможность людям получить качественную специализированную помощь, конституционную помощь, диагностическую помощь, в том числе и медицинскую помощь, узкие специалисты, такие как лор-врачи, неврологи, хирурги, гинекологи. В будущем планируется объединение Ермишинской больницы с Сасовской. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».